И вот у нас с вами крупным планом Александр Жулин и Максим, тебе, как говорится, и карты в руки. Ты с ними и работаешь на тренировках? Конечно, да. Я не могу спокойно сейчас смотреть на этих ребят. Они вообще, на самом деле, сделали сумасшедший скачок вперёд с прошлым сезоном. Просто выросли в моих глазах и работают. У меня нету к ним даже не к чему придраться. Ксения Манько, Кирилл Халявин. Они поставили интересные программы, программу произвольную, несвойственную им абсолютно. То есть Саша, конечно, с ними очень сильно отличился. Вы можете посмотреть, например, девочка точённая. И начали обращать больше внимания на хореографию, на чистоту катания. Дай бог, чтобы я не сглазил перед их прокатом, но я думаю, что всё будет хорошо. Очень быстрые ребята, очень быстрые ноги. У них все повороты исполняются в очень хорошем, в таком бодром темпе. Начали очень агрессивно, в то же время аккуратно и чистенько, да? Да. Смотрите, хорошо идут. Хорошка не видит, а хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вроде всё нормально. Чиктал прошли, да? Да, прошли, прошли. Серию вообще сделали очень неплохо. Немножко с нашего ратурса не всё, конечно, видно. С позицией. Ой-ой-ой, стоять, стоять! Ох, полетело куда, да. Чересчур рвануло, да, от визлы, конечно. Грязь, грязь от визлы была, к сожалению. Грязь, 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 грязь. Главное не забывать после проработы коленей, потому что ноги устают, начинают швырять корпус немножечко и, конечно же, теряют баланс. Но в этом случае не проникать, всё хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь просто вписать надо. Здесь надо уложиться в 6 секунд. Жалею, не меняется секундомер, но вроде уложились. Ну что же, Ксения Манько, Кирилл Халявин, чемпионы мира среди юниоров 2011 года. Пара, которая действительно бросается в глаза. Я как-то на неё смотрел, Максим, она чуть-чуть Анжелию Крылову напоминает. Да, нестандартная у неё внешность, яркие глаза. Сильнее они по катанию, по танцу, сильнее, конечно, чем предыдущиеся пары. Но вот этот сбой в твизле, конечно, сейчас им сыграет очень плохую службу. Посмотрим, что поставят. Ну, мы с тобой сразу должны сказать, что они вот в этой олимпийской квалификации здесь не принимают участие. Они, что называется, вне конкурса. То есть они просто приехали на Нейбл Хорн Трофи, и они считаются одними из главных фаворитов здесь. Наряду, наверное, с... Ну, кто ещё здесь есть? Мэдисон Хаббл и Зак Донахью, американцы. Ну, я ещё раз говорю, здесь они, например, приезжают не отбираться, но это не менее важно для них турниры, чем, например, для тех, кто отбирается на Олимпиаду. Потому что это абсолютно боевой, такой серьёзный прокат. Конечно, да. И ребята, в принципе, готовы. Я, на самом деле, очень сильно удивлён вот этому исполнению этих твизлов, потому что по тренировке стабильность была очень-очень хорошей. Вот она даже не докрутила один оборот, сейчас ей за это ещё и уровень снизят. Да, вот, всё, и параллельность пропала. И не сделала она ось в твизле, в общем, это нехорошо. За это им здорово снизят. Сколько? Второй уровень будет? Ну, я думаю, да. Второй уровень сложности ещё по минусам пойду. А здесь конёк должен быть поближе ещё к голове. Да, нормально, да. Всё хорошо. И в секунду, я думаю, они уложились. Вот, кстати, очень интересный момент, извините, я перебью. А вот конёк к голове всё-таки им будут засчитывать, как только она его подтянула уже как сложную позицию. Да, 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 отчёт оборота у судей начинается именно с того положения, когда она его приняла. То есть она может крутить за этого хоть четыре оборота её проблемы, но считать будут именно когда конёк около головы. Понятно. И от этого зависит уровень сложности. Да, расстроена явно Ксюша, потому что, ну, досадная очень такая ошибка. Саша у нас как гранитная скала спокойно. Ну, я думаю, тоже он не особо счастлив, потому что пара очень хорошо тренировалась и очень была, на самом деле, готова к соревнованиям. У пары появляется такой, пусть никто от меня не обижается, но столичный лоск. Это всё-таки чувствуется такой, ну, назовём так, международный лоск, да, будем так говорить. Пара постепенно привлековывает к себе взгляды. Это важно, это важно, когда вот этот блеск такой уже, так скажем, интеллектуальный, интеллигентный и харизматичный он появляется. Так. 56,9. Что скажем? Мало, конечно. Ну, мало, да, они, конечно, на первом месте, но это маловато, на самом деле. Сейчас будем смотреть дальше, как остальные откатаются. Ну, впереди ещё произвольный танец, который... 60 баллов, по идее, да? Да. Нужно добирать. Хотелось бы. Хотелось бы, да. Тем не менее, они первые. Да, они первые, с отрывом, конечно же, от других пар, но это предыдущие пары, всё-таки это не их уровень. Это не их уровень. У них их уровень катания, в принципе, базовый, намного выше. И, ну, я бы сказал, что они ещё и огромный шаг вперёд сделали в этом году. Спасибо.